Привет всем, с вами снова я, Сет Рой. В последнее время многие мои знакомые обращаются ко мне с просьбой посоветовать качественную космофантастику, и желательно не фильм, а сериал, чтобы можно было погрузиться в атмосферу межпланетных полетов, приключений, как минимум на несколько дней, а не всего лишь на полтора часа. Несмотря на мои попытки объяснить, что вкус у всех субъективный, я слышу в ответ лишь одну фразу. Саш, ну ты ведь пишешь фантастику, ну значит что ты смотришь, вдохновляешься, вот и посоветуй мне то, что нравится тебе. На такое мне уже нечего ответить, кроме как действительно создать свой топ сериалов по космической фантастике. Итак, пожалуй начнем. Топ 5 сериалов по космической фантастике. На пятое место я бы поставил на крови вселенной. В этом сериале главный герой Джон Крайтон построил челнок, на котором собирался поставить рекорд скорости, разгоняясь при помощи гравитации планеты. Но во время испытаний что-то пошло не так, и Джон попал в червоточину, которая выкинула его у черта на куличках, прямо в разгар космического боя. А дальше начинаются приключения в лучшем попаданческом стиле. В начале главного героя подбирает живой корабль. Джона обучают местному языку, и он вливается в команду к местным приключенцам, которые состоят из тех еще личностей. Это и монарх в изгнании, похожий больше на родственника Йоды, чем на человека. Тут и женщина-растение, дезертиры из армии и многие другие. Если вам нравится попаданческий жанр, очень рекомендую. Каждая серия – новое приключение, при этом есть сквозной сюжет на каждый сезон и на весь сериал в целом. Приключения Джона вас в стороне точно не оставят, а мы переходим к четвертому месту. И тут оказывается не один сериал, а целых три и несколько телевизионных фильмов. И, как многие уже догадались, это звездные врата. Конечно, самого космоса в сериале не так уж и много, но основное приключение все-таки происходит на других планетах. Хотя и космические корабли тоже есть в сериале. Сюжет сериала заключается в том, что в 30-х годах на раскопках в Египте нашли кольцо из неизвестного материала с символами на неизвестном языке. Прошло немало времени, прежде чем ученые смогли разгадать предназначение этого кольца. Это оказалось путешествие между планетами при помощи «Звездных врат», создающих устойчивую червоточину между планетами для путешествия от одной планеты к другой. Франшиза «Звездных врат» началась еще с полнометражного фильма, снятого в 1994 году. Но лично меня зацепил не фильм, а сериал, растянувшийся на 10 сезонов с 1997 по 2007. Каждая серия – это история о новой планете, о населении этих планет. Главные герои постоянно вляпываются в различные проблемы, и лишь смекалка порой помогает им оставаться в живых. Их враги растут вместе с ними. Вначале это гаулды, представляющие себя расу-паразиты в виде червяков, живущих в людях. До момента начала сериала они правили нашей галактикой. Но не успели справиться с одной проблемой, как появились новые враги. Это и репликаторы рас нанороботов. Это и Араи – древняя раса, откасавшаяся от физического тела ради бескрайнего могущества. Ну и союзники у людей были непростыми. Привычные нам по старым фильмам серые человечки, называемые Асгардцами. Раса тех же древних, что и Араи, но оставшаяся на стороне добра. Сериал уникален и рекомендую его к просмотру всем. Помимо основного сериала «Звездные врата 1», есть еще «Звездные врата Атлантида». Тут уже приключения землян в галактике Пегас, куда их занесло через «Звездные врата». Новые враги, новые союзники, все как всегда. Есть и третий сериал, но его формат несколько иной, и не всем фанатам первых двух он понравится. «Звездные врата вселенной» – это сериал о людях, которые по время эвакуации с базы вынуждены были попасть на древний корабль лантийцев, который летел в автоматическом режиме и занимался расстановкой «Звездных врат». Вернуться домой – шансов практически нет. Корабль древний настолько, что едва не разваливается на части. Это история о выживании людей в весьма ограниченных условиях. Тут намного больше сконцентрировано внимание не на самих приключениях, как в первых двух сериалах, а на взаимоотношении людей. Был еще какой-то веб-сериал по «Звездным вратам» в прошлом году, но я его даже не посмотрел. Если кто-то из вас видел, просьба написать, стоит тратить на него время или поверить отзывам, которые оставили забугорные зрители. Вообще о «Звездных вратах» можно говорить очень долго. Эта вселенная огромная. Если вы хотите, чтобы я сделал отдельное видео по этому сериалу, то пишите в комментариях. А мы пока перейдем непосредственно к тройке наших лидеров. Третье место занимает сериал «Звездный крейсер Галактика». Вообще существует два сериала с таким названием – оригинал и его ремейк. Оригинал, снятый в 1978 году и был очень похож на популярный в те годы «Звездный войн» и «Звездный путь». Я как-то, будучи под впечатлением от второго сериала, решил посмотреть и оригинал. Но после первой половины первой серии вырубил и залегся смотреть его. Так что сейчас я, конечно, говорю о втором сериале. Завязка сюжета у обоих сериалов одинакова. Роботы с Айлоне, когда-то созданные людьми, разбомбили человеческие колонии и мало кто смог спастись на космических кораблях. Одним из таких и был «Звездный крейсер Галактика». Старичок в военно-космическом флоте, который собирались буквально на днях списать в утиль. Но так случилось, что он стал ковчегом для выжившего человечества. После того, как выжившие убедились, что жить теперь негде и на всех человеческих колониях властвуют Сайлоны, было принято решение отправиться на поиски легендарной прародительницы планеты Земля. Точное местоположение Земли неизвестно никому, есть только смутные упоминания в легендах. Но дорога не будет простая. Сайлоны не оставляют в покое выживших и пытаются уничтожить их. Но почему-то всегда не до конца. Если вкратце, у Сайлонов есть какой-то хитрый план, и они ему следуют. В сериале очень сильный упор на человеческие отношения. А то, как кто-то в сложных условиях проявляет себя и становится настоящим лидером, который может вести за собой целое человечество. А кто-то подается своим низленным чувством и превращается в откровенную мразь. Рекомендую, просмотрю всем. А пока переходим на второе место. И тут у меня легенда. Вавилон 5. Во время написания сценария я понял, что уже слишком давно его не пересматривал. Последний раз, наверное, больше 7 лет назад. Теперь будет чем заняться мне в ближайшее время. Вавилон – это международная космическая станция, которую построили земляне для того, чтобы решать проблемы между разными разумными видами мирно за столом переговоров. Насколько хотели мирно решать свои проблемы другие виды, можно понять хотя бы потому, что это была пятая станция, так как предыдущие были уничтожены или украдены. Одна и вовсе была украдена в другое время. А теперь, почему надо смотреть Вавилон 5. Это проработанность окружающего мира. Каждая раса имеет свой неповторимый характер, культуру и даже наделена собственным музыкальным рядом в сериале. Вселенная наделена своей историей и детально проработанная система взаимоотношений между представителями разных планет. Сериал был бюджетным, но все актеры получили роли, для которых будто бы и были рождены. Не остается главных героев, которые бы не вызывали никаких чувств. Кто-то вызывает восхищение, кто-то злость. Но не это ли главный показатель, что они попали в яблочко? Ну и что немаловажно для русскоязычной аудитории, которая традиционно все смотрит не в оригинале, это озвучка. Перевод был сделан на твердую пятерочку. Резюмируя вышесказанное, Вавилон 5 это достойный наследник звездного пути и источник вдохновения для создателей Масс Эффекта. На Вавилоне 5 плетут интриги, готовят провокации, сталкиваются разные культуры и идеологии. Гордые нарды ненавидят пижонов Центавриан. Мудрые варлонцы говорят загадками. Раса теней готовится к вторжению, а земля понемногу катится к тирании и революции. В сериале поднято очень много актуальных для современного общества вопросов. Это не просто сериал с анонимным сюжетом, а потому однозначно рекомендую к просмотру всем любителям фантастики. Ну и наконец-то мы подошли к первому месту. По моему мнению, это лучший космический сериал в мире. Светлячок. Это не просто космоопера, а скорее целая вселенная, исправшая центром своего вращения небольшой грузовой корабль-сиренец, на борту которого обитает команда из 9 человек. Каждый из них не похож друг на друга. Сначала вообще не понимаешь, как они умудряются существовать в закрытом пространстве, а через какое-то время начинаешь задаваться вопросом, смогут ли они прожить поодиночке? И если да, то на что будет похожа такая с позволения сказать жизнь? Светлячок это мир, сочетающий в себе классическую научную фантастику с эстетикой Дикого Запада. Мир, в котором одни планеты щеголяют высокими технологиями и цивилизация, а другие смахивают на землю позапрошлого века. Мир, где есть место и правительству, которое не прочь поиграться с мозгами своих граждан, и лихими ганфайтерами, стреляющими с бедра, и космическими кораблями, и домашнему скоту, и перестрелкам с применением лазерного оружия, и дуэлем на мечах. Светлячок это всего один сезон, состоящий из 14 серий, но зато этот сезон стоит всех остальных фантастических сериалов вместе взятых, да и не только фантастических, если уж на чистоту. Это постоянные переживания по поводу отношений главных героев, это бесконечное цитирование любимых фраз, которых довольно быстро появляется много, это распевание баллады о Сиренити, баллады о Джейни, это ровно 9 любимых персонажей, поэтому и быть иначе не может. По моему мнению, это лучший сериал во вселенной, ни больше, ни меньше. И те, кто не согласен с таким утверждением, тот скорее всего еще просто не смотрел Светлячок. И знаете что? Тут я могу вам позавидовать. У таких людей еще впереди очень много шикарных открытий. Понравилось видео? Тогда подписывайся, ставь лайк, пиши комментарий, и следующее видео будет не за горами. Всем пока, до новых встреч!